так ну что время у нас подошло к началу всем добрый день меня зовут челапка александр я руководитель отдела сопровождения в компании первый бит буду вашим сегодня скажем ведущим модератором на данной секции у нас сейчас будет начинаться секция в которой мы поговорим по импорт замещению программного обеспечения он сейчас такая острый вопрос я думаю очень многие с этим вопросом сталкивались у нас будет как все проходить у нас будет три докладчика который будет делиться своим экспертным мнением с ними можно будет потом обсудить какие-то вопросы то есть после каждого выступающего будет можно задать вопросы они при вас на все вопросы ответят 3 выступающих после этого будет небольшой у нас сюрприз кто еще любит подарки есть такие в зале люди есть окей да будут подарки небольшие от компании первый бит подарки будет озвучивать или не озвучивать какие marine и не будем у розыгрыш хорошо розыгрыш подарков будет три подарка как поучаствовать в получении этих призов в течение выступления всех докладчиков мы по рядам сейчас пустим коробочку покажи пожалуйста marine коробочку вот такая коробочка нужно кинуть свою визитку у кого есть визитки свои есть визитки а у нет визиток есть и ой блин ну все просто если вы все-таки хотите получить подарок нужно взять бумажку на которой нужно написать ваше имя фамилия компания в которой вы работаете ваш сотовый номер телефона и электронную почту что-то еще надо марин а можно без почты вот видите как можно без почты а автограф можно оставить тоже на память и вы сможете тоже поучаствовать в это рода подарки кайфовы ребят я знаю что за подарки мне скальто не говорить вот увидите народу сразу больше стало смотрите услышали подтягивать подтягивать все круто ладно секция очень важная будем какие вопросы обсуждать переход как я сказал им про замещение вам расскажут реальные кейсы переходов вам расскажут про анализ функциональности там би систем то есть очень много всего будет интересно не буду раскрывать всех моментов каждый из спикеров он на себе расскажет он расскажет обязательно важные вещи ну и как сказал может будет пообщаться начнет у нас выступление иван панченко это заместитель генерального директора такой компании как postgres professional в двух словах расскажу об этом человеке то есть он на сегодняшний момент он вообще является один из основателей этой компании он кандидат физико-математических наук астрофизик он является соавтором такой книги как неизвестное солнце если кому-то вообще что-то об этом говорит но тем не менее человек является один из экспертов с убедэ и вот он как раз таки сегодня будет делиться очень важными моментами поэтому давайте поаплодируем встретим нашего первого спикера иван вам передаю спасибо добрый день да значит так получилось что я астроном по профессии но суровы 90 когда стран астрономии совсем нельзя было кушать пришлось стать айтишником и так вот я такую двойную сущность до сих пор сохраняю вот но давайте собственно это не не мои слайды да давайте другие слайды сегодня будем говорить не про астрономию а про постгресс ну и про импортозамещение все вот эту проблематику а также как постгресс помогает нашей стране достигать технологического суверенитета в области работы с данными вот про это сегодня будем говорить а про странами в другой раз мне покажут слайды вот так получилось что подвес вообще это международный такой кто не знает международный свободный проект который в 90-е годы родился в калифорнийском университете его зачинателем был майкл стон брейкер никто такой профессор потом он стал лауреатом премии тюринга и в девяносто пятом году приблизительно этот проект стал свободным софтом опен-сорсом и тогда сразу кучу народу начало его развивать и вот так он до сих пор развивается и отчасти такой мировой успех постгресса связан с тем что он был хорошо продуман научно обоснован в отличие от многих других продуктов которые пишутся потому что очень хочется попрограммировать вот после стал действительно сейчас уже последние десятилетия наверно такой восходящий мировой тренд суббд которая несколько раз признавалась суббд года там по разным рейтингом популярная все такое вот и важна его особенность что он в отличие например от линукса он распространяется не по джипел лицензия по лицензии которые позволяют делать от него коммерческие производные продукты вот и это создало такую экосистему состоящую из с одной стороны свободного сообщества которая разрабатывает открытую свободно совершенно суббд спасибо за слайды вот и экосистема из большого количества коммерческих предприятий которые развивают какую-то свою часть как-то это монетизирует но вместе они работают над этим свободным кодом это как бы общая такая часть общего допой на который ходят разные звери да но вот я сейчас буду говорить про отечественных зверей тут вот к сожалению немножко мешает нам эта конструкция ну ладно давайте значит про импортозамещение кликер кликер кликайся чё-то он не кликается дайте следующий слайд пока что а включить пардон да все включил да значит вопрос импортозамещение но что это такое на самом деле импортозамещение от независимости скажем не было бы никаких военных действий никаких санкций не было бы все равно независимость нужна потому что есть риски связаны с тем что мы на что-то опираемся что дает нам дядя мы никак этого дядя не контролируем повлиять него не можем вот поэтому а так или иначе там внутри страны иметь какие-то ключевые разработки особо да это конечно ключевой продукт это полезно в любом случае неважно мирное время там военная или какой-то еще это долгое время не обращали внимание но это это реально так вот к сожалению наше государство для того чтобы обратить внимание на айтишный отрасль им потребовалось пройти через определенное потрясение вот на сказать что немножко ностальгии значит раньше вот ключевые какие-то вещи государства считал что обязательно должны делаться внутри страны и так или иначе советском союзе делали самолеты и даже микроэлектронику и автомобили потом это к сожалению было утеряно это важный элемент того чтобы жизнь государстве налаживалась она к сожалению может разладиться если таких ключевых вещей не производить и такие ключевые вещи в том числе это и субэдэ операционная система это какой-то системный основополагающий софт значит айти в советском союзе было вот вряд ли те кто учится они проходят вот этих людей например этих между тем были совершенно видны крупные деятели айтишные советском союзе которые двигали вперед и программирование электронику вот почитайте потом кто такой китов иванников недавно скончался брук королев но и много других фамилий которые действовали 50 60 даже 70-е годы и создавали весьма серьезные вещи которые потом к сожалению были утеряны вот но когда началось отставание в области электроники советского союза тогда и в общем то уже вот это возможно была одна из причин поражения советского союза холодной войне что он потерял собственную электронную отрасль вот и надо сказать что определенного рода такая международная конкуренция если не сказать экономическая война она привела к тому что в начале 21 первого века собственно никакой айти отрасли практически не было потому что иностранная поо приходила к нам значит практически бесплатно все могли купить на радиорынке значит сидером 40 вам microsoft и сколл сером и так далее естественно никакие деньги никто не думал платить отечественным разработчикам ну они соответственно чего не разрабатывать поэтому оказалось что софт тоже может восприниматься может служить как оружие если вам надо уничтожить айти отоши в какую-то страну стране завалить ее бесплатным софтом своей эти отоши там завянет вот так практически и было вот и в результате когда потребовалось возрождать эту самая эти отрасль то мы столкнулись таким вот как бы замкнутым кругом чтобы российское по было надо чтобы был спрос на него чтобы люди готовы были платить за него с другой стороны чтобы люди готовы были платить на что было за что платить и вот такой замкнутый круг из него выйти трудно и действительно во многих отраслях софтверной отрасли это мы до сих пор никак не можем начать двигаться из-за этого но суббд это не так важно суббд это не так там все есть там ничего не завяло и не завяло как раз благодаря по сгрессу значит был такой человек значит немножко про историю позже был такой человек вадим михеев он здесь он изображен который в девяносто пятом году как только после стал свободно софтом сразу взялся за этот подвес и списал в него очень крутую важную часть какую именно спрашивают к визе на нашем стенде значит можно там это узнать вот он может считаться отцом российского подвеса хотя на самом деле отцовские обязанности он выполнял очень недолго то есть буквально по матросил и бросил значит он уехал потом в америку и стал вице-президентом голлман сакс это очень крупная финансовая компания а когда он стал вице-президентом он перестал программировать и перестал работать том числе на подвеса на самом деле гораздо раньше но его подхватили другие люди до работал вадим михеев вот в этом здании в красноярске на телефонной станции который сейчас называется ростелеком а раньше назывался телефонная станция он сидел там в подвале и создавал проект мировой величины вот но благодаря тому что какие-то люди начали этим заниматься вслед за водимым у нас в россии получилось так что у нас есть мощная школа разработки постгресса которая где-то примерно восемь с половиной лет назад превратилась команду постгресс профессионал как раз который я работаю и вот она текущий момент занимать второе место в мировом рейтинге разработчиков open-source на свободного постгресса почему потому что значит свое время очень давно этим начали заниматься здесь у нас это значит данная американская фирма которая сама себе поставил на первое место совершенно заслуженно вот ну значит вкратце история как к этому мы пришли она такова что кроме вадима михеева был еще олег бортунов который в отличие от вадима не бросил это на пару месяцев позже присоединился к разработке поэтому 2 вот но в отличие от вадима он не бросил и многие годы продолжал работать на полосе над под рисом и разрабатывать очень много чего полезного за что все российские разработчики в мировом сообществе очень уважаются и до сих пор признаются как видите номером 2 вот ну соответственно какое-то время года все работали мы как отдельные люди как просто частные лица а потом когда начал возникать уже спрос на крупном решение крупных задач связанных с подбесом тогда возникла компания по звезд профессии вот значит как как вообще создается отечный софт теперь от позвища к импортозамещения есть три способа сделать отечный софт первое разработать его самим целиком вот так вот такой есть это например касперский там и прочее таких мало и вообще сложно разработать весь софт если говорят им просто заместим все все разработаем здесь в россии не верьте потому что программистов россии не хватит на это вообще в мире программистов примерно столько же сколько в россии трудоспособных людей поэтому если мы все станем программистами если у нас не будет водителей там учителей врачей таксистов военных значит то все будут только программисты тогда может быть мы сможем так не получится потому что программистам надо еще кушать что-то вот поэтому есть другой путь международная кооперация когда есть какой-то проект вроде по звездам консорсного в котором мы принимаем настолько значимое участие что мы можем считать этот продукт своим потому что мы его контролируем высокой степени вот по звездам консорсный относится к такому вот аксиом gdk это значит ребята которые java development kit пишут здесь в россии тоже имеет заметный вклад энджи это команда nginx а которая то ее часть которая осталась в россии тоже работает как следует но с линусом сложнее потому что линус это не совсем по в наше время уже но тоже что то есть вот и третий путь это когда нету никакого проекта а очень нужен софт тогда просто берут какой-то open source значит неконтролируемый собирает его объявляет его российским софтом использовать для импортозамещения это конечно безобразие но иногда просто некуда больше деваться но такого к сожалению много и возникает да а мы мы занимаем промежуточное положение между первым и вторым с одной стороны мы участвуем международной кооперации с другой стороны у нас очень много своих разработок и именно поэтому у нас есть своя версия с обд которая называется postgres pro вот и когда работают с open source а это вот вариант международной кооперации или иногда плохой вариант возникает понятие форка то есть ответвление своей ветки кода и вы можете услышать такие слова что форк это плохо там надо работать с основной веткой все вот на самом деле это не так форки бывают хорошие плохие тут приведены признаки хорошего и плохого форка могу немножко пояснить но не сильно потому что думать лучше всегда сами значит прежде всего существуют нереальные форки так называемые шильдики когда просто вписывается название российского производителя все остальное остается как было вот вторых если вы разрабатываете форк вы у вас будет двухсторонний обмен кодом потому что сообщество что-то разрабатывает в основной версии вы что-то разрабатывать свои вам надо мёрзить мёрзить трудно для этого надо обязательно что-то отдавать если вы видите что есть какой-то разработчик российского линукса там позже или еще чего-то который ничего не контрибьют и сообщества скорее всего это не настоящий фу это плохой форк это шаромыжники который на самом деле ничего не разрабатывать только делает ведь вот значит форк сделан по технологической причине то есть ради какой-то идеи люди начали разрабатывать советскуда они просто от того что им захотелось продавать open source вот значит поскольку разработчики хорошего форка работают сообществом то они вынуждены соблюдать лицензии даже если не хочется просто тогда с ними никто не станет работать вот ну и кроме того есть еще такой признак что если у базового продукта много форков как например у позже это тогда наверное существуют какие-то реальные причины эти форки создавать а если у какого-то иностранного продукта свободного существует единственный форк и этот форк российский значит это подозрительно почему только русским понадобилось форкать что-то здесь не так вот значит по поводу того что я говорил что посвязь про имеет какие-то дополнения к посвязь open source нам является хорошим форком в этом смысле здесь приведен список я не буду детально рассказывать потому что это слишком большая тема но суть потому что это те различия которые очень трудно пропихнуть сообщество потому что не всегда они даже понимают что это нужно потому что ребята говорят а что у вас такое вообще бывает у нас в россии настоящее время находится одни из крупнейших в мире инсталляции постгресса и те нагрузки те проблемы с которыми сталкиваются простые ребята из международного сообщества они даже не могут помыслить что такое бывает в китае тоже встречается с такими нагрузками но те ребята закрыты и не любят контрибьюти чего-то сообщества редко это делают вот а мы пытаемся на самом деле практически все вот из этих наших отличий которые есть посвязь и про мы все стараемся отдать сообщество это дело долгое такие серьезные патчи годами проходят если не десятилетиями вот на наши заказчики могут этим пользоваться нашей версии есть и всякие новые вещи которые находятся в плане разработок часть из которых выйдет в этом году это тоже достаточно большие вещи которые как правило делается впервые в мире в таком режиме значит совершенно исследовательском когда мы не ожидаем что получится а потом она вдруг получается вот значит масштабы нашей деятельности как вендор позиции производителя хорошего форка пример такие что у нас существует пять разных вариантов с у б.д. и большая комбинаторика из-за чего приходится нам практически вот десятки тысяч пакетов в год собирать и тестировать то есть целая индустрия конвейер по производке софта по производству софта понятно что это на самом деле требует определенной организации всех процессов это не просто не просто так это довольно серьезная работа и довольно серьезная организация работа мы приобрели там некоторый опыт которым можно поделиться с другими коллегами на рынке и вот такие значит лозунги такие или как это правильно назвать тезисы оказывается вот путь которым работает open source свободный софт это кооперация кооперация и специализация против конкуренции то есть можно представить себе такой чисто капиталистический путь когда все делают одно и то же выживает сильнейший вот open source работает не так это очень эффективно благодаря этому лучше используется интеллектуальный ресурс человечества когда не делают все одно и то же каждый делает то что у меня получается лучше и все вместе сотрудничать гораздо лучше вот чтобы получить что-то надо поделиться это еще вот академик иванников который там был на каком-то из слайдов запортретирован он такую фразу сказал чтобы что-то взять из open source надо начали что-то туда отдать почему вот кажется что взял там скачал пользуешься на самом деле ты не знаешь как она работает и пока ты не сделаешь что-то и не отдашь что-то так и не поймешь поэтому если ты не понимаешь как это работает ты не можешь как следует этим надежно пользоваться не уверен что она не подведет тебя поэтому прежде чем что-то взять эффективно взять оказывается надо отдать что-то вот так ну и так далее значит вот оказывается что для того чтобы производить отечественный софт нужно не только произвести тече софт но еще и выполнять огромное количество всякой экосистемной работы вокруг него вот то что здесь написано всем этим мы конечно занимаемся но оказалось что без этого никак то есть помимо разработки нужно обязательно работать сообщества нужно строить общественные структуры которые будут потом этим продуктом пользоваться которые будут давать обратную связь которые будут любить и ненавидеть этот продукт вот и вот сообщество это важнейшая как раз важнейшая компонента на самом деле любого софта вот и вот для чего она нужна собственно мы конечно поскольку пришли из опен-сорса мы это сразу понимали но далеко не все отечественные работ разработчики наши это понимают им приходится учиться но вот частности то что мы выступаем здесь и то что мы проводим конференции большие пожикон в россии это как раз вот одно из таких проявлений работы сообществом то что мы разрабатываем учебные материалы там бесплатно даем их то что мы потратили уже сотни миллионов на образование фактически на благотворительность на самом деле это не благотворительность это формирование сообщества которое нужно для того чтобы продуктом люди могли эффективно пользоваться теперь еще немножко об импортозамещении хочу показать графики я уже в разных местах показывал графики обычно народ не любит смотреть на графики а вот ученые очень любят значит вы знаете что существует такой государственный единый реестр отечественного софта куда заносится отечественная программа они проходят экспертизу определенную и министерство цифрового развития их заносит туда значит здесь рост вот плохо видно может внизу это годы от 2016 года когда реестр начал работать до текущего года и вот растет количество продуктов в реестре это все по открытым данным собственно сайт реестра открыт любой может это там накраулить вот вопрос почему так неравномерно растет количество отечественного софта любой ученый глядя на график будет интересоваться какие там характерные такие точки изломов и перегибов почему здесь вдруг так все начало расти когда это было в 2000 там 19 20 21 году почему кто знает к вид к вид значит к вид один из факторов которые способствуют росту количества отечественного софта нет вот это нет это именно к вид это льготы это значит за то что у вас есть софт в реестре вам начали скачивать налог на прибыль и в три раза возросла производительность труда отечественных разработчиков это три раза представляете такой эффект к вида потом к вид угас ну то есть это вышло насыщение и от трех раз значит два примерно потом там есть еще такая просадина в начале 23 года когда начали подчищать реестр но не сильно вот как видите никакое начало спецоперации вообще никак не сказала здесь то есть когда приспичило реально потребовался отечный софт это не способствовало росту производительность но как могло бы но с другой стороны и не уменьшила тоже хорошо а вот теперь мы возьмем по отдельным сам по отдельным видам софта построим график значит здесь разный масштаб вот серый кривая это то же самое что было на предыдущем графике разноцветная это операционная система и субы д помните свое время писали что россия там родина линуксов и в россии линуксов больше чем во всем мире значит вот в россии сейчас около синяя это операционная система красная субы д в россии примерно 55 час линуксов начиная 55 операционных систем большая часть из них линуксы вот но видно что был там какой-то бум когда эти операционные системы пилили все кому не лень на самом деле они конечно не разрабатываю операционные системы и просто паковали вот с базами данных вначале шло труднее но в начале когда пошла спецоперация и выяснилось что субы д это критический элемент информационной инфраструктуры спрос возрос и сразу возошло предложение то есть за время спецоперации в россии было создано около 40 субы д примерно столько же сколько за все предыдущее время о чем говорит этот график о том что не все настоящее поэтому приходится отбирать в частности те критерии которые раньше показывал кто на настоящий производитель а кто притворяется они все позволяют отбирать кто значит что настоящий продукт а что имитация вот ну вот что я хотел собственно сказать вам спасибо за внимание здесь изображены основатели компании в такой символической форме вопросики так иван спасибо большое давайте у кого вопроса руку вверх и вам микрофончик поднесут и иван ответ на ваш вопрос вот есть пожалуйста добрый день влачев станислав компания сиборконнект один простой вопрос какая максимальная база данных объемом крутится на поскорее скей смотрите значит ответ неоднозначный во первых мы точно не знаем потому что мы не отслеживаем все базы данных которые где-либо там на подвесе или на подвесе про даже есть вот мы знаем точно что там некоторые из клиентов которые активно работали с нашей техподдержкой у них есть базовый десятки терабайт на одном из нас вот значит есть кластерные там всякие штуки где много инстансов и фактически одна система и это питобайты например там почта яндекса вот но вообще в мире есть очень мало информации именно у больших базов самые большие базы это это китай в китае есть свой форк подгресса который совершенно закрыт он используется внутри биллинга эти вич от есть такой вич от есть такой чат вот крупнейший в мире между прочим там биллинг сделан на специально модифицированном подгрессе сколько там значит никто не знает но ясно что очень много потому что там два миллиарда там или сколько-то еще аккаунтов только вот но на самом деле достаточно давно на подвесе существуют большие базы об этом там одно время было неприлично говорить если было такое что я использую open-source фуз лох пойди купи ораков вот значит хотя вот skype например все же знают skype биллинг skype был сделан на подвесе и вот мы точно знаем что когда microsoft купил skype там был тоже порядка двух миллиардов абонентов биллинг крутился на подвесе причем на немодифицированном вот они разрабатывали много всяких экстеншенов у них был пить и кью там свой значит движок очередей но тем не менее биллинг был в возрасте а и первые пару тройку лет по крайней мере уже владение microsoft skype все позже смотри был сохранен на знаем то что на конференции было выступление что сейчас происходит я не знаю но подозреваю что то же самое но сейчас microsoft является одним из разработчиков посвеса в этом пироге которым я показывал там есть и он тоже вот поэтому поэтому в принципе скорее всего ответ такой что десятки петабайт десятки терабайт в одном инстансе таких вас мире много ну вот мы своей работе с такими базами встречались и в тестах такие базы тоже гоняем вот еще вопрос про кровавый enterprise есть у посвес про то есть предложение для с расширенной поддержкой то есть когда клиент говорит у нас куча бабла мы хотим он такого мама древнего и снимут сидеть как может больше всего смотрите значит есть у нас клиенты которые очень не любят обновлять версии но на самом деле поскольку сама компания существует восемь с половиной лет вот а там первое внедрение enterprise версии где-то как раз примерно пять лет назад и будет эта проблема только сейчас начинает вылезать вот есть клиенты которые не хотят съезжать со старых версий но как правило это не те у которых есть много бабок и которые хотят значит это extend это support вот как правило те вот у кого много денег это серьезные ребята и они в общем вовремя делать мажорный апгрейд и у них все нормально они понимают что там работать на старой базе просто неэффективно невыгодно и так далее вот поэтому да к нам иногда заходят с этим вопросом но он обычно решается другим способом а так добрый день алексей маринченко новой тех компании скажите пожалуйста наверняка вы сталкивались с вопросами когда надо переехать с того же оракла ваш на вашу базу данных какого рода поддержку вы оказываете в таких проектах если оказываете смотрите мы именно что оказываем поддержку но не делаем это сами значит почему мы не можем делать это сами потому что мы разработчики суббд чтобы мигрировать прикладной софт надо быть разработчиком прикладного софта мы пробовали совместите то и другое значит мы участвовали в миграции нескольких систем для клиентов причем так активно руками переписывали их код в результате мы очень хорошо узнали как транспортируется нефтепродукты значит всеми видами транспорта как раз про это вопрос да что оказывается в нефти есть вода и и количество зависит от температуры там давление еще всего прочего поэтому если там из цистерна вылилось меньше чем в цистерну завелось это вовсе не означает что кто-то украл вот в общем мы все это узнали и поняли что про каждую предметную область мы не сможем это узнать и нам правильнее работать партнерство с прикладными разработчиками тем более что на самом деле при миграции обычно систему еще и переписывают потому что есть к ней какие-то пожелания там в чем-то она устарела вот поэтому самим перестали мигрировать системы хотя там действительно помогаем советом помогаем оптимизировать какие-то запросы которые сложно переписать дать мы делаем вот кроме того мы разрабатываем ту-тул для миграции значит существует понятно что автоматической миграции невозможно вот но есть инструменты во первых мы двигаем позже навстречу ораку мы там сделали некоторые вещи которые которых подвеси не было которые просили орак листы вот это прежде всего поддержка пакетов ворак лист пэкаджи такие вот возле все про enterprise тоже есть пэкаджи они конечно не ровно такие как урок ли но по крайней мере по смыслу они те же и это облегчает миграцию вот мы сделали несколько прикладных пакетов которые на ворак ли есть реализовали у нас на мы эти вещи с 16 версии enterprise у нас там будет частности очень странный пакет utl http utl mail который позволяет почту посылать из базы данных кому-то это нужно ворак ли это есть и но они хотят чтобы это было их по сбросе вот и есть опять свободно распространяема утилита для миграции кода и данных которым за 40 пэджи мы свое время вложили туда небольшой contribution виде ускорения миграции больших объемов данных а вот в этом году снова к ней вернулись поскольку мы начали поддерживать пакетом и сделали урод пиджи про которая правильно конвертирует их пакеты в наши и мы будем продолжать конечно движение навстречу ораку но есть такие сложные вещи которые завязаны не на синтаксис языка там или на какие-то функции а примутно принципиальное скажем так глубокие отличия пупорок кладков их конечно один к одному не перенесешь это все равно требует как вот переобдумывание вот в общем миграция это сложный творческий процесс мировой опыт говорит что всегда миграция это реинжиниринг поэтому когда пришло время переписывать систему потому что она морально устарела перепишите ее на другой субога заодно так можно было бы сделать если вы импортозамещение всерьез занялись когда первые санкции только возникли в пятнадцатом шестнадцатом годах а те кто откладывали те значит тем плохо сейчас спасибо можно еще один вопрос на эту же тему мы как сюда сейчас миграцией 40 полна постгресс и есть какая-то лицензионная политика вот если предполагается что заказчик который вы наверное так что-то микрофон отключился у вас 1 1 а там оракул микрофоне стоит он не позволяет да все правильно да наши технологические партнеры люди которые занимаются прикладной разработкой на нашем продукте они конечно имеют разработческую лицензию и не платят за ничего еще и получают консультативную помощь так что все нормально пишите значит да вы пишите вы получаете версию для разработки совершенно бесплатно вот да еще ну что все ладно спасибо спасибо большое вам давайте поаплодируем проводим ивана за его полезную информацию спасибо большое итак переходим к следующему спикеру а сейчас перед вами выступит с голич александр он расскажет вам про как делать импорт замещения как без боли да без проблем он расскажет на примере реальных кейсов то есть вкратце расскажу об этом спикере работаем мы с ним вместе мы коллеги у него достаточно немаленький опыта в компании 1s но сотрудничество компании 1s сфере 1s более пяти лет уже он внедрил уже достаточно много разных проектов сделано было очень много комплексных внедрений для крупных организаций то есть бизнес-процессы автоматизировали в таких компаниях как газпром трансгаз газпром метанол нпп тег и многие другие и на сегодняшний момент это сертифицированный руководитель 1s ну по направлению проектной работ и сейчас он является руководителем одного из подразделений в компании первый бит и так давайте поприветствуем александра александр прошу вас на сцену можно с криком да 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 все пожалуй на добрый день коллеги где сбоку куда все такое мероприятие для меня впервые поэтому периодически буду подглядывать давайте расскажу импортозамещение без страданий тут на самом деле белыми буквами подписан там ну почти просто черный плохо смотрелся поэтому решили убрать кто мы такие я думаю что часть с нами знакома с первым битом для тех кто не знает это международная компания эти компания мы занимаемся от поставки эти оборудования до изменения бизнес-моделей у клиентов более 25 лет на рынке айти более 7000 сотрудников команде более 300 тысяч постоянных клиентов находимся у нас есть офисы в канаде колумбии испании белоруссии турции в россии казахстане и узбекистане и объединенных арабских эмиратов но естественно больше всего представлены на территории россии что касаемо офиса в томске специализируется офис на автоматизации производства являемся единственным центром 1s erp в городе по моему и документы оборота тоже единственный и по сопровождению 1с тоже в рейтингах 1с номер один что такое центр 1s erp это сертификат который подтверждает что у нас есть все необходимые компетенции для внедрения и перехода на erp решения 1s erp офисе 60 сотрудников на данный момент мы продолжаем расти более 16 лет работаем именно в томске как вы уже слышали ну если не слышали то уже слышали задача была поставлена к двадцать четвертому году 80 процентов доля российского по должно быть достигнута к сожалению там чуть-чуть за закрывает значок как достигнуть этой задачи ну для начала мы поделим на функциональные блоки внизу у нас айти инфраструктура это как раз в том числе subod блок учета блок бизнес-процессов интеграции и работы с данными на слайде представлены компании некоторые компании которые предлагают свои решения свои продукты для автоматизации и для замены также в том числе некоторые продукты указаны прям конкретно выделены про часть рассказал коллега иван про часть расскажет после меня тоже коллега иван что касаемо импортозамещение операционной системы рассказали нам про subod теперь нужна операционная система на данный момент лидерами рынка является astra linux alt redos и rosa они у каждой системы есть свои плюсы минусы какие подходят конкретно вам нужно рассматривать исходя из задачи где-то нужно там побольше безопасности где-то такое не требуется наоборот вы ищите что-то подешевле для перехода есть разные варианты расскажу реальный кейс по переходу с лидером по производству метанола в россии газпром метанол кейс публичный поэтому про него могу рассказывать кейс проект начался в двадцать первом году двадцать первом году там тоже закончился частично первая итерация просто сам по себе интересен когда мы начали нужно было задача была перейти импортозаместиться все машины перевести на astra linux развернуть 1s на ней и соответственно чтобы это все работало на тот момент astra linux устанавливался не так как сейчас и нужно было до устанавливать все библиотеки которые есть происходило это примерно следующим образом устанавливаем запускаем не работает устанавливаем библиотеки запускаем не работает устанавливаем библиотеки так происходило не хватало на тот момент компетенции по администрированию linux необходимы были еще компетенции по администрированию astra самой Поэтому часть команды Газпрома прошла это обучение и администрировала Linux со своей стороны. Частично в чем-то мы, в чем-то они, но основные компетенции были у них. Сейчас, так же с 1С было на самом деле, при установке устанавливаем, не взлетает, доустанавливаем, опять что-то не так, опять доустанавливаем. Через два месяца, после того, как мы закончили, 1С выпускает обновление, по которому все разворачивается так же, как в Windows. Просто берешь, открываешь экзешник, все хорошо, именно для Астры. На тот момент такого не было. Сейчас любая, ну по крайней мере из тех, которые мне известны, операционные системы устанавливаются не сложнее Windows. Если вы устанавливали Windows, там ничего такого сильно сложного нету, так же и устанавливается в том числе Астра. Есть какие-то уникальные случаи, но они, естественно, уникальны. Большинство библиотек можно найти на сайте разработчика, либо найти в интернете, тоже особо проблем не возникает. Итак, что вам потребуется дальше при переходе, ну в данном случае, СЭД, системы электронного документа оборота, если вы планируете делать самостоятельно? Вам нужно проанализировать бизнес-процессы, стандарты, орг структуру, проинтервьюировать ключевых пользователей, проанализировать архитектуру, старый СЭД. Все СЭД внедряются плюс-минус по одной технологии, поэтому вам потребуется методолог по документу обороту и может быть программист. Ничего такого сверхкритичного там нету, ну и с интегратором это не какие-то космические деньги. Здесь смотрите сами, ничего там с архаичной системы не требуется такого индивидуального, она не привязана к продукту, просто проверьте бизнес-процесс. После этого нужно будет настроить документы оборот, шаблоны документов, автозаполнение, настройка маршрутов движения документов, перенести, возможно, архивы. В данном случае мы переносили архив с 2013 года с сохранением всех взаимосвязей, поэтому чуть-чуть, мне кажется, это интересно, поэтому я чуть-чуть остановлюсь на этом, именно на переносе архива. Тут потребуется вам методолог и консультант, слэш или тире, и компетентный программист, который сможет написать правила обмена. Для чего? Потому что нужно было проанализировать все взаимосвязи и перенести их с сохранением друг с другом. Производилось это в три итерации. Первая итерация – тестовый перенос, сбор ошибок, корректировка. Вторая итерация – перенос закрытых процессов, выполненных. И какой-то период времени пользователи работали в двух системах. Потому что в старой системе нужно было дозавершить процессы, они были в реальности, работали, соответственно, их нужно было завершить, после этого доперенести. Ну и третья итерация – доперенос завершенных процессов. Последний – это ввод в эксплуатацию на пилотной группе. Обучили ключевых пользователей, скорректировали на опытной эксплуатации какие-то настройки и ввод в промышленную эксплуатацию. То есть в целом это можно и реально сделать вам самостоятельно, если у вас есть IT-программисты. Если нет, всегда можно обратиться за помощью. Ни каких-то особых сложностей не должно возникнуть. Итак, мы поговорили про IT-инфраструктуру. В бизнес-процессах в настроенной системе SET согласовали все кадровые приказы, все договоры, приказы назначения ответственных. Пора переходить в учетные системы. Здесь чуть сложнее. Чаще я встречал все-таки SAP и Аксапту. Oracle на моей памяти встречался один раз. Возможно, он тоже как-то очень популярен, но у меня просто такого не было опыта. А что заменить? Хороший вопрос. На самом деле, так как SAP и SAP являются системами ERP-класса, здесь гораздо все сложнее, нежели в SET. Почему? Потому что здесь драгивают слишком много. И основная проблема и основная ошибка, которая может возникнуть, это попытаться перенести все как есть. Объясню. Вам точно нужен хороший методолог. Если он у вас есть, то прекрасно. Если нет, нужно его либо обучить, либо где-то нанять. Потому что, например, в разрезе аналитика. Если мы говорим об аналитиках, которые к счетам налогового и бухгалтерского учета относятся, то в SAP их 5, в Аксапте неограниченное количество, а в 1С всего 3. То есть у вас всего 3 субконта, которым вы можете привязать что-то. И как? Вы спросите, что дает нам эта информация? Я вам отвечу, что эта информация вам дает как минимум то, что вам нужно пересмотреть все свои аналитики, все бизнес-процессы и придумать, а как их реализовать в трех аналитиках. Что с этим делать? Как настроить процесс? Здесь я рекомендую обычно коллегам с IT. Есть, знаете, такие еще IT-тираны, которые… Да что эти пользователи? Вот я как сказал, так и будут делать. Такое тоже возможно, но не всегда. Иногда все-таки, если там… А если генеральный директор привык работать в второй системе, а переходить надо, скорее всего, нам потребуется подстроиться под него. А аналитик всего 3 и так и осталось. Не увеличилось их количество, а переходить надо. Я рекомендую коллегам с IT-подразделений обращаться к функциональным руководителям. Объяснить им ситуацию, занять партнерскую позицию и с партнерской позиции пытаться разработать какое-то решение. Потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы у них работало хотя бы похоже на то, что работало раньше. Поэтому бывают, что появляются какие-то нестандартные, но при этом очень эффективные решения. Очень рекомендую. Очень хорошо работает. Но мы так и не ответили на вопрос. А, кстати, к слову, то, что Аксапта и САП являются системами ERP-класса, коллеги, не надо бездумно покупать 1С ERP. Особенно, если у вас нет производства. И это не так работает. Не нужно пытаться упихать весь функционал в какую-то одну конфигурацию. Ну, если вы, например, решили переходить на 1С, возможно, стоит рассмотреть комплекс конфигураций для решения задачи. Это зачастую гораздо эффективнее. И дешевле, к слову. Так и на что переходить конкретно вам? Это у вас Аксапта или там САП или Oracle? А я не отвечу. Потому что слишком много вопросов возникает. А что же перейти? Ну, постараемся ответить на вопрос, а как понять, на что перейти? Проектная технология. Как происходят проекты? Что это за этапы? В них самих я погружаться сейчас не буду глубоко. Мы можем подискутировать на кофебрейке, на автопатте. Расскажу общую концепцию, скажем так. Сначала нужно провести предпроектное обследование. Что это такое? Это этап, на котором мы договариваемся о целях и задачах. А что мы хотим достичь этим переходом? То есть мы хотим им заместиться. А что конкретно? Что должно быть в итоге? Что должно быть в результате? Далее идет обследование. То есть мы, ну и на предпроектном обследовании появляется какое-то предварительное понимание архитектуры целевой. Уже можно сделать какие-то такие первые выводы. На обследовании же мы договариваемся о целевой архитектуре. А на что мы все-таки будем переходить? В каком это будет формате? Что будет являться MVP? И куда идем? Моделирование. Происходит обучение пользователей. Такой еще не тестовый даже пример. Это скорее обучение пользователей системе. Плюс мы оцениваем степень применимости типового функционала. А насколько то, что мы хотим и то, что у нас было, реализуется в том, что мы делаем сейчас. И определяем точки разрыва. Где мы можем поменять процесс? Ну была у нас одна кнопочка, стало две. Насколько это критично. Возможно не очень, а возможно очень. В зависимости от ограничений. Дальше начинается проектирование. Это формализация требований к разработке дополнительного функционала. Ну разработка, соответственно, разработка дополнительного функционала. Опытная эксплуатация – это уже обучение пользователей на конкретном контрольном примере. То есть мы прошли все этапы, пять штук. У нас уже есть контрольный пример итоговый. Как будет выглядеть система в целом. Как вот она уже в реальности. Она еще не собирает реальные данные, но функционирует уже так, как она будет функционировать. Обучение пользователей через контрольный пример. Они уже обучаются тому, как именно они будут работать и как они будут выполнять свою работу. Ну и сбор ошибок. Где-то что-то, может быть, пропустили на предыдущих этапах. Забыли, недоузнали, еще что-то. Промышленная эксплуатация – все, ввод. Ввод в бой. Реальные данные пошли работать. Ну, сопровождение развития, я думаю, не требует пояснений. Это сопровождение развития системы. Не забываем учитывать риски. Здесь и риски, и опасения. Они чуть-чуть переформулированы и расшифрованы, чтобы были не настолько официальные, более понятные, на мой взгляд. Первый – это опыт. Не знаем, нет опыта. А где что-то может пойти не так? Я не знаю, как решить этот риск. Мне кажется, это практически невозможно его нивелировать. Всегда что-то может пойти не так. В любом случае. Поэтому его стоит просто принять. У меня был кейс, когда мы автоматизировали производство, которое было только на бумаге. Все настроилось просто. И реальных процессов еще нет. Но к конкретному сроку нужно было подготовить систему, чтобы как только производство запускается, система готова. И люди умеют в ней работать. И там этот риск не то, что мы приняли. Мы знали, что все пойдет не так. Очень много, как минимум. Ну, как вернуть? То есть здесь там было даже не то, что 90% вероятность, а 110%. Что мы что-то где-то упустили, что-то где-то не учли. Можно обратиться к нам. Опыта много. Так как мы большая компания. Мы не франшиза, мы филиал. Соответственно, не то, что можем, мы обращаемся к нашим коллегам с других филиалов и запрашиваем ресурсы. Если у нас нет компетенции, либо у нас все ресурсы заняты, мы берем просто из других городов. Для конечного заказчика в этом проблемы особо никакой нет. То есть мы по цене, наша цена, по подключению. Да, это удаленное, но зато не ограничение одним городом. А если в городе вообще таких спецов нет, то что делать? Поэтому в этом все-таки есть плюс. 90% вопросов, которые возникают, скорее всего в Бите уже решали. Второе опасение. Функциональность ниже текущей. Когда мы понимаем, что у нас те функции, которые мы там в условной УПП 10 лет перили, а то и 15, а то и 20, исключительно под себя, а тут нам надо на что-то перейти, а вдруг там этого нет. У меня первый вопрос все-таки, а надо ли это сохранять? Часть функционала, возможно, избыточная. Мы встречали достаточно часто, когда заказчик переживал за тот функционал, который в реальности не используется вообще. Он у нас есть, у нас есть аналитики, отчеты, а его никто не открывает даже, этот отчет. Миров в жизни не открыл. Ну, в жизни может быть, да, а вот за последнее время никто. Но этот, это опасение и риск нивелируется этапами как раз предпроектного обследования, обследования и так далее. Если все-таки функциональности не хватает, ее можно доработать, проблем в этом особо нет. Потеря данных. Часто встречается опасение о потере данных. Здесь тоже ничего такого, нивелируется компетенциями разработчика, правил переноса. Вы переносите правила, напишите правила. У 1С достаточно гибкая система, и если есть хоть какой-то экспорт, без проблем, берете и переносите. Есть даже отдельные системы, которые грязные данные превращают в чистые. Тоже ничего такого, все решаемо. Отсутствие интеграции с другими системами. У текущих систем, у новых систем, уже есть из коробки экспорт данных в 1С, и интеграция с 1С. Все-таки она достаточно много, рынка захватывает. Но даже если нет, все то же самое. Правила обмена данных достаточно гибкие. И хоть что-то как-то можно вытащить, оно будет вытащено. Ну, опять же, есть специализированные решения. Как из одного раздать во много, так и из многого собрать в одно. Из многих систем, я имею в виду. И из одной системы в разный. Снижение скорости работы пользователей. Те, кто там переходил, выполнял проект, делал какие-либо переходы, понимают, что, или знают, что скорость работы пользователей снижается. Нужно не забывать, что проект – это не взлет. Это не то, что вы с текущей точки пошли сразу вверх. Так не работает. Проект – это нырок. Когда вы из текущего положения, сначала опустились вниз, потому что пользователи не умеют работать, не знают, они не привыкли, у них стресс. Но когда они научились, вы взлетаете выше. Поэтому это нормально в краткосрочной перспективе и нивелируется в среднесрочных, долгосрочных перспективах. Но внизу есть риск, который я считаю очень важным. У вас есть опыт. Вы проанализировали, что у вас функциональность подходит. С интеграциями все хорошо, либо их нет и не требуется. Данные либо не требуются, либо перенеслись, либо архивами, либо еще как-то. И даже вы готовы к скорости работы. Привыкли, либо обучили, либо подготовились, приняли. Но бывает так, что вы приходите с защитой проекта к функциональному заказчику, к руководителю, к директору, а вам его не дают. Говорят, ну нет, нам не интересно. Бывает еще другая ситуация. Когда вы попытались сами, приходите к функциональным руководителям, к бухгалтеру, к производственнику, к кладовщику, без разницы. И, ну вы же свой, вам можно, ну подожди, ну закрытие года, ну закрытие месяца. Ну ты видел, сколько у нас заказов. Ну мы потом посмотрим, потом попробуем. И проект проваливается. Потому что банально никто не делает ничего. По той же самой причине, на самом деле, что это непривычно, это стресс, этого делать не хочется. И многим, плюс работа-то никуда не делась основная. Основные задачи так и остались. И многим хочется как раз от этот момент отложить. Так в данной ситуации, в этом опасении, в этом риске, очень хорошо, на мой взгляд, ну и практика показывает, что в целом это верно, работает как раз внешний подрядчик. Потому что его нельзя, не то что не послушать, а его нельзя не делать то, что он говорит, грубо говоря. Сейчас попробую объяснить. У внешнего заказчика есть сроки. И ему все равно в целом. И есть бюджет, который ему заплатили. И функциональные руководители или пользователи прекрасно понимают, что если из-за них срок сдвинулся, а если не понимает, то после первого раза понимает. Срок сдвинулся, соответственно, это что? Это сдвиг сроков по их вине. Это доп. бюджет. А много ли директоров любят на ровном месте платить доп. бюджет, доп. затраты нести? Ну, что-то не очень мне кажется. И в этом как раз помогает, что это максимум один-два раза происходит, что срываются сроки по вине заказчика, по вине функционального руководителя. После этого перестают срываться. Потому что, ну, хочешь не хочешь, делать-то надо. Иначе там какие-то санкции будут, еще что-то. Может быть, просто пожурят. Но даже если у вас все хорошо, ну, то есть вы знаете, что у вас пользователи прекрасные, замечательные люди, ну, вот просто нужно что-то как-то вот там, мое решение, скажем так, подтвердить, либо опровернуть, либо донести какую-то дополнительную аргументацию. Здесь мы тоже можем выступить драйверами проекта. Просто пришли, посмотрели, либо подтвердили ваши слова, либо опровергли, ну, или там дополнили, либо вас наставили на какой-то другой чуть-чуть путь. Это тоже нормально, потому что все-таки наша задача быть на, скажем так, острие, как минимум 1С. Поэтому мы так или иначе, скорее всего, знаем побольше возможностей. Может быть, нет, может быть, не про всех, но в общей массе скорее, да. Собственно, примерно так это все выглядит. Такие риски. Наверное, это все, что я хотел сказать на данный момент. Вроде не сильно торопился, Саша. Нормально? Вопросы, какие у вас есть, задавайте, постараюсь ответить. Здравствуйте, Евгений, компания Digital Cloud с Новосибирска. У меня такой вопрос, как бы двойной получается. Показывали на одном из первых слайдов несколько российских операционных систем. И я бы хотел спросить, имеется ли у вас, да, здесь, имеется ли у вас опыт перевода на RedOS? И если да, то насколько больно переходить там с того же CentOS и Rocky на RedOS? Насколько сложно там переписывать, допустим, автоматизацию развертывания, типа там Ansible Playbook, еще что-то вот? Спасибо за вопрос. Было предложение по переводу, но заказчик решил переводиться сам. То есть, ну, купить купил, а переводился сам. Насколько это вышло, по-моему, это было в прошлом году, он приобрел. Насколько я знаю, сейчас пока не перешел. И поэтому у нас пока туда тоже, пока что не пускает. Пытается все еще сам. Такое тоже бывает. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Геринг Роман, Банк России. Помимо прочего, было, когда рассказывали про метанол, да, Газпром Вова, да, и вот третий этап, там, настройка 1СДО, и, помимо прочего, было озвучено, пользователи в какой-то момент, период работали в двух системах СЭДО, да? Да, система электронного документабора. Старая и новая, да, получается? Ага. И вот сколько это длилось, и чем это аукнулось для пользователей? Две недели. Две недели. Ничем не аукнулось, там просто нужно было завершить процесс. То есть там не получалось незавершенный процесс перенести, потому что связи нету, она не возникает, соответственно, она не переносится. Поэтому... Но это не учетная система какая-то, да? В смысле? Ну, я понял. Просто насыщенность вот этих вот процессов, отражения старое и новое, не было такого, да? Насыщенность? Я пока не очень понял вопрос. Насыщенность? Ну, трудоемкость реализации. Здесь достаточно было просто закрыть старый и все, да? Именно в рамках работы в двух системах, да, там нужно было просто завершить процесс. То есть его нужно было либо согласовать, либо отклонить что-нибудь, какой-нибудь конец. Мелочевка. Спасибо большое. Сибур Диджитал. У меня вопрос такой. Есть ли у первого бита уже какие-то проекты закрытые по миграции SAP ERP в 1С? Ну, даже, как вы говорили, в комплекс конфигурации каких-то. Есть ли уже какие-то проекты, которые уже в промышленной эксплуатации? И также, есть ли у вас решение для мест системы, интеграции между этими конфигурациями за мини-транзакцией? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Смотрите, часть проектов есть завершено в промышленной эксплуатации, но они под NDA, и о них я не могу распространяться. Есть закрытый тоже проект. Есть один с SAP, а есть один с ACSAPT, который я, по крайней мере, прям знаю. Есть в работе несколько проектов, которые еще завершаются. Есть один из кейсов, переход с ACSAPT по MVP за три месяца в ERP. Вот про него я как раз могу уточнить. Сейчас все их подробности, детали не знаю, не вспомню, это не мой проект был. Это был московских коллег проект, но, да, такие есть. Часть проектов, возможно, ну, я знаю, что можно один попробовать вытащить из-под NDA, но это по личному запросу. То есть это нужно, такое, значит, личное общение, это не будет публичным кейсом в любом случае. По поводу MES-систем. Я очень сильно считаю MES исключительно разрекламированный историей. Объясню почему. Что такое MES? MES, место по операционное планирование по своей сути. И насколько в реальной жизни, если у вас не автоматизированная линия, в которой не участвует человек от слова совсем, возможно по операционное планирование. Практика показывает, по крайней мере, моего опыта, что очень сложно, а вообще невозможно. У вас сотрудник, вы на него запланировали операции, он работает там 15 лет, без разницы. И вдруг с ним что-то случается. А перепланироваться в MES не то, чтобы очень удобно. А даже если и получается перепланироваться, это в любом случае ручные перепланирования, в любом случае создание новых заказов, в любом случае есть определенные сложности. Поэтому MES работает в чистом виде, как таковой, исключительно на линиях, где отсутствует человеческое вмешательство вообще. Максимум как оператор. И проектов по переходу с MES-систем, по крайней мере, когда ко мне приходят люди, обращаются заказчики с вопросом перехода на какую-то MES-систему, зачастую это не MES. Это просто ERP. Обычное ресурсное планирование. Ответил на вопрос или нет? Если нет, то повторите, пожалуйста, какую-то часть. Ну, то есть, на что не ответил. Интеграции с MES-систем дальше не услышал. Контроль качества услышал и еще было. Давайте микрофон. Ну, я имею в виду… Он выключился. А, вот. Я имею в виду то, что были у вас опыт интеграции уже с существующими MES-системами. Если у вас есть уже ERP-блок, в который вы мигрируете с SAP, если у вас опыт интеграции именно с MES-системами, даже если у вас нет своего решения в платформе MES, то есть ли у вас опыт интеграции как у интегратора? Вот. Смотрю, с какой. Есть опыт подобный с MES-системами. Опять же, повторюсь, я не считаю это успешным опытом либо неуспешным. Мне кажется, в принципе, MES-система такая себе история. Опыт есть. Кейсы есть. Их можно там запросить. Есть и публичные кейсы, открытые кейсы. И на проектах года они есть. И без проблем. То есть, если интересно, я могу прислать. А можно еще вопрос в догонку к предыдущему про интеграцию SMES. Какие типы интеграции вы можете предоставить? Предоставить? Никаких. То есть у вас опись готовых? Нужно смотреть. Таковых нет. Ну, смотрите, это не совсем так работает. Во-первых, типовые, типовых интеграций как таковых, но мы не продаем интеграции. Мы решаем задачи. Когда понятно, какая задача, по то и происходит обмен данных. Где-то бывает перевнедрение, где-то бывает перенастройка, изменение бизнес-процессов и так далее. То есть обработками мы не торгуем. Вы можете там на InfoSoft зайти, там торгуют обработками. По интеграции нужно смотреть и писать под конкретные вещи. Наработки, конечно, есть, но мы их не продаем. Они именно внедряются, если нужны. Если они не под Индеи, вы можете обрисовать в общих чертах? А как можно обрисовать в общих чертах? Ну, хотя бы способы, не знаю, через СУБД. Нет, конечно, есть и через СУБД. Есть через SQL-запросы обработки. Но все достаточно стандартно. Ничего такого-то нет. То есть то, что вы можете найти в любом источнике, все стандартно. Каких-то таких эдаких решений по-моему нету. Мне кажется, такого чего-то. В основном СУБД и SQL. Еще? Ну, вроде нету. Хорошо, спасибо коллеги за уделенное время. Спасибо большое, Александр. Давайте поаплодируем Александру. Так, ну что, у нас остался последний спикер. Я представлю, это Иван Коноплев. Вот он, какую-то собачку, у него, наверное, талисман какой-то. Сейчас будет тема как переходить, как мигрировать на российские BI-системы без потери качества. То есть Иван поделится реальными кейсами перехода с зарубежных BI-систем. Я в двух словах расскажу об Иване. Иван имеет более восьми лет опыта продажи и сопровождения IT-продуктов. на сегодняшний момент он является ведущим аккаунт-менеджером в компании PIX Robots. Robotics, извиняюсь, PIX Robotics. И на сегодняшний момент он, помимо этого, еще координирует продажи и внедрение своей компании именно у партнеров-интеграторов. Поэтому давайте встретим Ивана. Он будет делиться достаточно интересной информацией. Потом можно будет задать ему вопросы. Все. Иван, добро пожаловать. Аплодисментами. Да, коллеги, еще раз всех приветствую. Я буду немножко подглядывать. Я прилетел из Москвы и немножко еще переключаясь на ваш часовой пояс плюс 4 часа это достаточно непросто. Как меня уже представил мой коллега, я являюсь аккаунт-менеджером компании PIX Robotics. Я помогаю своим заказчикам создавать возможности для того, чтобы принимать решения, опираясь на данные и заниматься творческими задачами вместо рутинных за счет технологии RPA, за счет программной роботизации. Спасибо, что нашли время сегодня послушать мое мероприятие. Еще не все разошлись. Тема достаточно интересная импортозамещение. Сегодня уже коллеги на эту тему рассказывали. И давайте продолжим разбираться, на что же стоит обратить внимание, какие трудности возникают. Я сегодня расскажу об этой теме с позиции вендора тоже. Начну с того, что... Так, кликер. Начну с того, что немножко расскажу про компанию. Много рекламировать не буду. Возможно, в зале даже есть компании, которые уже с нами сотрудничают. Вообще, поднимите руки, может быть, кто-то слышал про нашу компанию. Немного. Ну, тогда немножко на этом остановлюсь. Мы российский вендор. Мы... Якорный наш продукт это платформа RPA. Второй наш продукт это наша отечественная BI-система, которая построена в том числе на базе продукта по RPA. Есть еще третий продукт Pix Process Mining. В зале, я знаю, есть некоторые компании, которые сейчас выбирают, тестируют это решение. Не буду пока называть их название, но уже слышал из тех, кто задавал вопросы, точно знаю, что есть эти клиенты. у нас очень большая партнерская сеть по внедрению наших продуктов. Самая из них крупная компания Первой Бит. Александр представитель этой компании. У нас достаточно большая команда и она очень быстро и стремительно развивается. если в 2022 году мы увеличились в 10 раз, вот за прошлый, можно сказать, за этот год уже заканчивается, наша команда увеличилась еще в два раза. Вот сейчас у нас уже больше 135 человек и мы на этом не останавливаемся. Мы расширяем количество разработчиков, которые развивают наш продукт. Ну и, соответственно, развиваем продажи в этом направлении. Переключусь на следующий слайд. Как уже сказал, у нас целая экосистема продуктов. Я не случайно поставил вниз конструктор в виде змейки Рубика. Он символирует то, что наши продукты могут использоваться в связке между собой. Можно комплектовать как конструктор и, по сути, каждый продукт по отдельности можно настраивать, кастомизировать под свои задачи. Мы, как и некоторая часть российских вендоров, прошли путь развития. Начали с того, что мы были моно-вендором по платформе РПА и развились до целой экосистемы продуктов. Это получилось благодаря тому, что мы были внутри наших заказчиков и понимали, что им необходимо будет еще импортозамещать и какие потребности вообще у них связаны с импортозамещением, какие есть еще связи между бизнес-процессами внутри компании. Это также способствовал уход западных компаний с рынка. В результате в России стали появляться компании-вендоры, которые стали расти и развиваться в части предоставления экосистем. появились компании, которые предлагают не только какое-то одно конкретное решение, но и целую экосистему продуктов. Как я уже сказал, мы изначально были вендором по РПА. Мы увидели, какие еще проблемы существуют у наших российских заказчиков и стали создавать тоже свою продуктовую экосистему. мы понимаем, как для наших заказчиков важна бесшовная связка продуктов. Например, приведу пример. Одна из самых больших проблем у наших заказчиков это совместимость между продуктами. Все мы знаем известные такие продукты, как Oracle и Microsoft. И если говорить про них, то это такие технологические партнеры между собой они связаны и они тестировали совместимость своих продуктов между собой. И, к примеру, российский заказчик покупает, например, эти решения, эти продукты и строит ДВХ на системе Windows. И при этом российский заказчик понимает, что эти продукты между собой хорошо связаны и будут работать. То есть есть понимание, что это гарантированно будет работать. когда российский заказчик покупает какие-то российские отечественные решения, он сталкивается с тем, что у него нет понимания, будет ли это работать с теми продуктами, которые в компании уже используются. Поэтому здесь очень важно понимать, есть ли у того или иного вендора технологические партнерства с другими решениями, чтобы не получилось так, что по отдельности продукт работает, а в связке с другими решениями пока еще не очень понятно. Среди наших заказчиков есть такие заказчики, которые мигрировали с западного решения на Windows, на отечественное решение на Linux, то есть на наше решение. И у нас уже есть совместимость с российскими операционными системами на Linux. Вот на этом слайде видно некоторые пресс-релизы компаний, которые прошли опыт в 2022 году и 2023 году, опыт импорт-замещения наших продуктов западных на наше решение. Среди них компания Seven, NorNickel и так далее, и так далее. Некоторые сейчас видите на экране. их можно посмотреть в интернете, загуглите и найдете. Сейчас на экране вы видите кейс, который относится к группе компании Черкизова, такой известный мясокомбинат. Они переходили с решения BluePrizm западного на наше решение PixerPrizm. На следующем слайде видите кейс по миграции с решения ClickSense. Это такая мировая известная система по BI. Вот описан кейс перехода на PixBI. Если будет у кого-то интерес более подробно кейсы посмотреть, обсудить, подходите, я буду рад прокомментировать. Теперь давайте поговорим про проблематику импортозамещения IT-систем. Первое, на что стоит обратить внимание, это зарубежные BI и RPA-системы ушли с рынка и их нечем заменить. Здесь хотелось бы добавить, что развитость российского ПО пока еще сильно уступает западным вендорам. Например, в России, когда мы вышли на рынок своим решением RPA, было примерно около 10 российских аналогов RPA и когда стал вопрос по поводу перехода на российские RPA-платформы, многие заказчики импортозаместились и перешли на наше решение, но некоторые заказчики перешли на другие отечественные RPA-платформы и столкнулись с тем, что либо вендор технически это не вытащил, не вывез эту историю и команды у него уехали за границу, либо обанкротился в силу небольшого количества инвестиций в свой проект, либо еще что-то, то есть просто прекратил развитие этого направления. Вот второй пункт, здесь отсутствие готовых интеграций отечественного ПО. Здесь можно отметить, что зачастую у российских продуктов нету готовых интеграций, из-за этого возникают дополнительные сложности при внедрении этого ПО. И также здесь важно понимать, есть ли у такого партнера, как я уже говорил, технологические партнерства. В нашем случае, например, в качестве примера могу привести технологическое партнерство с аренодатой, с лоджиномом, с Яндексом. Мы используем их решения для того, чтобы усилить свои позиции на рынке. Заранее с ними тестируем совместимость. Следующий пункт легкий бесшовный переход на российское ПО. Я чуть позже еще на другом слайде про это буду рассказывать. Здесь для бизнес-пользователей важно получить готовое решение, бесшовный переход, особенно для критически важных процессов. Четвертый пункт про то, что клиенты с зарубежными BIRP и системами находятся в высокой зоне риска отсутствия технической поддержки. Сейчас многие зарубежные решения уже не работают или не поддерживаются. Ряд решений, которые все-таки используются, например, еще остались у некоторых наших заказчиков лицензии действующие, они в какой-то момент могут превратиться в тыкву, потому что просто не смогут продлить лицензии. Ну и пятый пункт он про высокий риск использования серых схем, то есть многие продолжают закупать лицензии через какие-то свои отдельные филиалы, игнорируя цифровой суверенитет к 2025 году. Здесь про то, что госкорпорации и госкомпании уже сейчас вынуждены выполнять требования регулятора в части импортозамещения таких решений. Теперь давайте поговорим про требования, на что обратить внимание при выборе российских вендоров. В первую очередь устойчивость вендора стратегическая, финансово-географическая. То есть важно понимать, что этот вендор развивается только за счет того, что он продает свое решение или за плечами есть какой-то инвестор, который спонсирует независимо от того, продается этот продукт или не продается. То есть в нашем случае у нас есть инвестор, который в нас верит, он продолжает вкладываться в развитие продукта, как бы это происходит независимо от того, есть у нас заказчик или нет заказчиков, то есть всегда продолжается развитие, ну конечно же наши заказчики, они способствуют тому, чтобы продукт развивался еще быстрее. И мы отвечая на запросы таких заказчиков, тоже учитываем их пожеланиям, мы всегда открыты к рынку и принимаем запросы и стараемся их учитывать в наших роудмапах. Об этом тоже есть пункт покрытия, используемого функционала зарубежных платформ, красивый роудмап и гибкий бэклог. На нашем примере скажу, что есть роудмап, который расписан на ближайшие три года, от публичной он на ближайший год, мы им готовы делиться, рассказываем на наших мероприятиях, как развивается продукт, что сейчас есть уже в том функционале, который реализован, какие функции будут появляться на протяжении ближайшего года. Сразу же хочу отметить, что мы один из тех вендоров, которые готовы обсуждать с нашими заказчиками перечень функционала, включать его в бэклог, при этом, когда многие думают, что пришел новый заказчик, он сейчас попросит что-то добавить и другие задачки мы отодвинем на более поздний срок. Нет, на самом деле нет, мы под такие задачи просто будем расширять нашу команду, брать еще новых разработчиков и увеличивать просто бэклог задач, не откладывая какие-то задачи другие, на наш взгляд, не такие важные на более поздний срок. также это устойчивая работа платформы быстрая и отзывчивая служба поддержки, у нас есть техническая поддержка, которая отвечает не только по почте, но и в том числе в комьюнити в наших группах и сообществах, у нас три продукта, по каждому продукту есть отдельные команды технической поддержки, которые отвечают за ответы на вопросы. Иногда даже за счет большого комьюнити пользователи из других компаний, из компаний наших заказчиков отвечают на эти вопросы гораздо быстрее, чем успевает среагировать техническая поддержка. Инструмент и методология для быстрой миграции, то есть здесь важно наличие каких-то может быть переходников готовых, тоже чуть позже про них еще раз упомяну. Интеграция с российскими ПО, это я уже говорил, лоу-код для гибкости разработки, в целом наши продукты развиваются в концепции сал-сервис, когда любые бизнес-пользователи без привлечения IT-специалистов или программистов большую часть задач с помощью наших продуктов могут решать самостоятельно. Если мы говорим про RPA, то это удобный, понятный интерфейс, когда вы выбираете просто активности для алгоритма, накидываете, создаете им условия, соответственно, бухгалтер, юрист в случае с нашими заказчиками могут себе какие-то процессы рутинные роботизировать. В случае с BI-системой это означает о том, что конечные бизнес-пользователи могут для себя сами создавать отчеты. Это не только топ-менеджмент, как принято обычно в компаниях, которые считают, что этот инструмент необходим только для того, чтобы мониторить основные показатели компании, в нашем случае и специалист HR-службы, и специалист маркетинга, и, может быть, какие-то складские сотрудники, которые так или иначе хотят информацию свою анализировать и для себя готовить полезные отчеты, они в том числе могут нашу систему использовать, при этом не дергать специалистов технических, которые будут какой-то отчет такой готовить. Так, и значит, сильная комьюнити, я про него уже сказал, чуть позже, будущего QR-коды, можно перейти в комьюнити, познакомиться с нашими продуктами подробнее. Следующий слайд про то, что важна также методология импортозамещения, здесь важно понимать, что для того, чтобы перейти на новый продукт, можно начать с того, чтобы провести стратегическую сессию по миграции, на такой сессии составить дорожную карту проекта, учесть централизованную архитектуру, подготовить IT-инфраструктуру, но дальше, в зависимости от того, если у вас по этому решению уже есть какой-то центр компетенции, его необходимо переобучить, мы оказываем такую помощь и поддержку, в том числе мы оказываем помощь в формировании такого центра компетенции, если в компании решение такое не использовалось. Также важно выбрать правильного партнера-интегратора, причем в случае, когда к нам приходят заказчики с задачей импорт-замещения, мы обращаем внимание на то, с каким продуктом компания уже работала. То есть в случае этого мы предлагаем такого партнера, который ранее занимался внедрением этого решения. То есть, например, приходит клиент, который раньше пользовался Microsoft Power BI, он хочет импорт-замести эту систему на наше решение PixBI. В этом случае мы предлагаем ему партнера, который раньше занимался внедрением решений от Microsoft. И у него получается есть опыт использования той системы, есть опыт внедрения уже нашей системы, и такие партнеры могут клиенту подсказать, как быстро, бесшовно, с минимальными трудозатратами перейти на новое решение. Следующий пункт про мониторинг динамики перехода, это действительно тоже важно. И также важна поддержка связи с вендором по доработке каких-то критических и важных функций. Мы в рамках даже пилотных проектов прислушиваемся к нашим заказчикам и берем на вооружение те пункты, которые стоит поправить, дополнить в первую очередь. Немножко расскажу подробнее про инструменты конвертации нашей компании. Приведу пример. Один из ключевых факторов бустера таких бустеров роста компании PIX в 2022 году стал выпуск PIX переходника зарубежного решения UiPASS. Возможно в ваших компаниях такое решение используется сейчас. Многие компании стали переходить на отечественные продукты, в том числе на наш PIX RPA. И за счет вот этого готового переходника мы позволили нашим клиентам не внедрять решение с нуля. Этот переходник позволял перенести готовый код с UiPASS на старте 60-70% кода в процессе мы дошли до того, что 90-95% кода можно перенести в наше решение. Мы не пытались на этом заработать. Мы этот конвертер предлагали бесплатно. Мы сделали так, потому что в том числе наши заказчики выбирали нас именно по этому параметру. Ну и благодаря такому шагу мы постепенно захватили рынок. Вот на первом слайде увидели мы считаем себя платформой RPA номер один в России и продолжаем сейчас пополнять список наших клиентов. Самый крупный из них банк открытия. Там сотни роботов сейчас роботизируют различные бизнес-процессы внутри банка. Но это не единственный пример. Точно так же мы пошли в эту историю с нашим BI-решением например для пользователей которые переходят с продукта ClickSense ClickView для них мы добавили возможность переноса данных из файлов формата QVD такой внутренний формат этого решения мы позволили переносить файлы такого формата к нам в систему. Сделали это мы потому потому что у многих наших заказчиков накопились большие объемы данных исторически накопленных и клиенты не захотели с ними расставаться мы сделали для них такую возможность. Значит следующий слайд он про разницу между миграцией на новую например BI-систему в сравнении с внедрением с нуля мы видим что у нас два этапа сбор требований анализа и работа с данными сократился сбор требований анализа у нас зависел от того что старая BI-система у нас уже выступает таким неким техническим заданием и нам не нужно заново его формулировать ну и соответственно данные там в источниках уже нормализованные подготовленные их можно уже просто загрузить в BI-систему ну и соответственно тестирование тоже уменьшилось за счет как раз вот этой селс-сервисности продуктов который позволяет быстро попробовать посмотреть продукт значит следующий слайд про такое сравнение ключевых функций российских систем PixBI он здесь не в целях какой-то рекламы по нему может показаться что мы лучше чем мировые направления BI-систем здесь про то что большинство вендоров склонны преувеличивать свои возможности и в этом случае мы предлагаем нашим заказчикам не ориентироваться на такие вот таблички опросники которые для них подготовили либо консалтинговые компании либо интеграторы мы предлагаем у нас у нас есть в компании такое правило не услышать а проверить поэтому мы позволяем нашим клиентам потестировать своими руками наши продукты и самим убедиться в том что они подходят для импортозамещения вот следующий слайд как раз на эту же тему он про то что мы в этом году проводили ряд мероприятий и продолжаем их проводить они называются хакатоны вот в разных регионах страны и не только нашей страны вот в Минске провели в августе мероприятие еще два мероприятия уже запланировано в Москве и в Челябинске они нужны для того чтобы наши клиенты будущие пользователи смогли потестировать продукт поверить в него проверить его возможности и дальше принимать решения о покупке как уже говорил важна составляющая на тему сильного комьюнити по каждому нашему продукту есть отдельные комьюнити по кодам можете в них вступить каждый на сегодняшний день включается больше тысячи пользователей соответственно мы там отвечаем на разные вопросы в том числе вы можете задавать вопросы на тему импортозамещения перехода с каких-то ваших решений на наши ну и собственно у меня все на этом если есть какие-то вопросы буду рад их прокомментировать спасибо что за слушали до конца так иван спасибо вопросы есть какие-то к ивану рука микрофон речь нету видишь насколько все доступно а есть вопрос хорошо все-таки есть здравствуйте еще раз евгений digital clouds новосибирск вопрос вы рассказывали про хакатон хотел бы чуть-чуть поподробнее узнать каким образом он происходит там собираются команды разработчиков им дается задача вот у вас есть здесь уже готова инфраструктура вам нужно ее перевести на пикс би так и какое-то время дается или или что или в чем хакатон заключается спасибо за вопрос я прокомментирую значит во-первых эти вот те мероприятия которые здесь перечислены они проводятся для разных заказчиков то есть мы собираем аудиторию в этом городе мероприятие проходит совместно с компанией первый бит они в том числе помогают нам привлечь клиентов на это мероприятие оно проходит в формате сначала мы рассказываем о компании рассказываем о нашем продукте проводим такую демонстрацию обучения а после этого обучения командам дается задание определенное в рамках этого мероприятия подготовить несколько дашбордов ну конкретно если говорить про эти мероприятия они собирают три дашборда и каждый дашборд должен ответить на определенную задачу то есть в рамках одного дашборда мы должны найти правильный ответ на какой-то вопрос и пользователи в рамках этого мероприятия собирают красивые картинки Не просто какой-то информационный слайд, но при этом еще отвечают на какую-то бизнес-задачу, которая чаще всего в компаниях встречается. В рамках этих мероприятий разыгрываются различные призы. Первое место – это, например, миллион рублей на внедрение нашего продукта. Второе место – 300 тысяч рублей. Третье место – 150 тысяч рублей. Такие же мероприятия мы готовы проводить персонально для заказчиков крупных. Соответственно, если у вас есть потребность заинтересовать бизнес-пользователей внутри вашей компании, мы можем это обсудить. И подходите, обсудим детали. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Иван, спасибо большое. Давайте поаплодируем Ивану за подробную информацию. Спасибо большое. Итак, у нас, в принципе, наша секция подходит к завершению. У нас в конце, как мы обещали, будет розыгрыш. Призок. Кто ждал, здесь сидел только ради приза? Есть такой? Ивала, рука. Видел, видел, видел. Почти. Почти. Сейчас мы разыграем. Итак. Итак. Вы знаете, тут так много визиток. Целая одна. Целая одна визитка. А, нет, не одна. Нет, тут несколько визиток. Я думал, одна. Думал, ради одной визитки приз точно дадим тому, кто на визитке. Ладно. Итак. Методам нехитрых. А кто хочет, подскажет. Подставлено все. Кто хочет. Девушка, хотите поучаствовать? Пойдемте. А то скажете, тут все куплено. Все куплено. А? Так же делал, да? Ну все. Давайте на выбор любую сейчас. Да, я вам верю. Верят ли они вам? Ага, давайте. Спасибо большое. Итак. Басенко Артем Максимович. Вот. А, рядом сидел. Сто пудово поставил. Давайте, пойдемте сюда. Я шучу. Конечно же. Нет. Пойдемте сюда. Выходите, выходите. Конечно. 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 Нет. Давайте. А давай все пакеты. Так. Ну что, поздравляю. Первый победитель. Первый важный. Действительно. Как вам мероприятие? Презентации круто включать. Круто. Да? Да. Какие еще рекомендации? Взрослым людям? Не знаю. Читайте книги. Спасибо большое. Ладно. Чье выступление понравилось больше? Полезнее для вас именно было? Больше всего для меня будет завтра фронт-энд. А, все. Понял. Спасибо. Спасибо большое. Ну все. Проходите в зал. Спасибо большое. А вас как зовут? А, Соня. Соня. Ну давайте еще что-то нам вытащите. Если будет еще сосед слева, я... Справа. Хорошо. О, визитка. Компания Armada. IT-директор Иванов Андрей Анатольевич. Вот, пожалуйста, прошу сюда. Видите, как полезно с собой визитку таскать. Специально распечатали к этому мероприятию. Так, давайте. Ждем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Что можешь сказать по мероприятию? Замечательное мероприятие. Как бы объединяет людей. Спасибо. Ну, посмотрим. Все, ладно. Все, хорошо. Спасибо большое. И последнюю, Соня. Давайте. Самого-самого. Спасибо. Соня мухлюет все-таки. Да, ничего страшного. Окей. Владимир Селиванов. Владимир Селиванов. Поднимайтесь на сцену. Поднимайтесь на сцену. Ваш законный приз вас ждет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот видите, как полезно, да, все-таки? Спасибо. Без подарка не уйдете. Как мероприятие? Классно. Мы приехали из Новосибирска. Очень рады Томск посмотреть. О, супер. Город понравился? Да. Первый раз здесь? Нет, не первый, но ребята первый раз приехали. Все, понятно. Спасибо большое. Проходите на место. Все, Соня, тебе большое спасибо. Проходи тоже на место. Ну что, ребят, на этом наша секция будет заканчиваться. Всем большое спасибо, кто принял участие. Поблагодарим еще раз наших спикеров большими аплодисментами. И вам хорошего дня. Хорошего вечера, кто идет на автопад, тем более. Спасибо большое.